Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Ирина Нурматова. Сегодня отмечается День специалиста по безопасности. Он посвящен всем сотрудникам, которые отвечают за безопасность страны. Главная задача специалистов – защита объектов, людей и информации. Инициатива создания праздника принадлежит крупному интернет-сообществу «Сек.ру». В 2018 году дату отмечают в 14-й раз. А что нового и интересного в Десногорске узнаете прямо сейчас. Сегодня в выпуске смотрите. В администрации города состоялась 56-я сессия горсовета. Огромное спасибо за ваш суд. Огромное спасибо, что в свое время вы сделали выбор, которому честно следуете всю жизнь. Их служба опасна и трудна. Полицейские отметили профессиональный праздник. С праздником! С праздником бокса в городе Десногорске. В Десногорске прошел турнир по боксу в памяти Сергея Крылова. Таким качеством должен был дать человек, чтобы попасть в комсомол. Молодые десногорцы познакомились с историей комсомола. Музыкант Кирилл Одинцов громко заявил о себе и своем творчестве. А теперь об этих и других новостях подробнее. В Госдуму внесли проект закона об охране школ Росгвардии. С предложением выступил депутат Сергей Вострецов. Он объяснил, что это необходимая мера, поскольку участились в случае нападений на учебные учреждения. Вострецов подчеркнул, что они выявили пробелы в системе безопасности. Проект рассмотрит экспертный совет «Единой России». 9 ноября депутаты обсудили важные для города вопросы. Что было на повестке дня в этот раз, смотрите в нашем сюжете. Сессия городского совета началась с обсуждения бюджета Десногорска. Это связано с изменениями в бюджетном кодексе. Следующий вопрос, который обсудили на сессии, – это налог на имущество физических лиц. Для помещения, площадь которых составляет менее 50 квадратных метров, устанавливается ставка 0,1%. Это в основном касается жилых квартир, комнат и гаражей. Для объектов административно-деловых центров с площадью более 500 квадратных метров – 2%. Также внесены изменения в положение о земельной налоге. Они касаются тех, кто достигает возраста 55 и 60 лет, но не становится пенсионерами по нынешнему законодательству. Для таких людей сохраняется необлагаемая величина кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка земли. Минимальная ставка годовой аренды за один квадратный метр нежилого фонда составит 1320 рублей. Ранее ставка была 736 рублей. В связи с дефицитом бюджета все организации теперь переведены на рыночную стоимость аренды. Чтобы определить нынешнюю стоимость, проведена работа по оценке помещений. Елена Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Деснатовая. 10 ноября Десногорск вместе со всей страной отметил День сотрудников органов внутренних дел. Полицейские принимали поздравления от руководства и первых лиц города. Как прошло торжество, узнала наша съемочная группа. Праздничная программа началась с показа видеороликов детей полицейских. Они рассказали стихотворение о тяжелой службе своих родителей. Также для гостей подготовили музыкальный подарок. Не забыли рассказать и об истории создания праздника. В 1715 году Петр I создал службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией. Неудивительно, что в такой важный день первое слово предоставили тому, кто управляет такой службой. Хочется сказать самые добрые, нежные, отзывчивые слова. Всех поздравляю с праздником, желаю здоровья, любви, понимания и немножечко терпения в наше тяжелое время. Праздник не обошелся и без вручения грамот, благодарственных писем и присвоения специальных званий полицейским. Ветеранов также наградили грамотами. Со своими лучшими пожеланиями к служителям правопорядка обратились представители администрации и горсовета. Огромное спасибо за ваш суд. Огромное спасибо, что в свое время вы сделали выбор, которому честно следуете всю жизнь. В день сотрудников органов внутренних дел традиционно вспомнили полицейских, которые трагически погибли на службе. Их память почти ли минутой молчания. За тесное сотрудничество наградили и тех, благодаря кому служба успешно ведет свою работу. К поздравлениям присоединился и ансамбль казачьей песни «Вольная станица». В завершение вечера ведущие пожелали полицейским счастья, удачи, мирного неба и яркого солнца над головой. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. А сейчас спортивные новости. В Десногорске состоялся турнир по боксу памяти заслуженного энергетика России Сергея Крылова. На соревнования приехали спортсмены из 20 городов России и Белоруссии. Юные десногорцы отважно сражались, показали мужской характер и огромное желание победить. Об итогах турнира в сюжете Алини Сазонтовой. Торжественное открытие 16-го межрегионального турнира по боксу состоялось 9 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. С приветственным словом выступил заместитель директора Смоленской атомной станции Владимир Исаев. Хотел бы вам пожелать нового победы, новых спортивных удачей, хорошего, конечно, радейства. Главный судья турнира Борис Усольцев, мастер спорта СССР, профессор Балтийского технического университета. 12 судей оценивали поединки под его руководством. Состязаться за звание сильнейшего боксера приехало более 80 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Бокс – зрелищный вид спорта. Изощрённые приёмы, точные удары, правильная стойка. Психология – ключ к успеху в поединке. Боксёрские бои всегда смотрятся динамично, что и нравится в этом виде спорта зрителям. Ощущаю удовольствие от этого мероприятия. Я за всё время здесь, сколько в Десногорске живу, я два турнира пропустил только всё. Уровень бокса не только у десногорских спортсменов растёт, а тут и другие команды. Приезжают уже такие подготовленные ребята, так что палец в рот не клади, откусит сразу. Чтобы выйти на ринг, необходимы годы тренировок. Чем больше подготовки, тем больше спортсмен готов к полноценной схватке. Порой к концу трёхраундового боя у соперников не остаётся сил. Для десногорских боксёров этот турнир – отличная возможность оценить свой уровень и готовность представлять Смоленскую область на всероссийских соревнованиях. Илья Песегов тренируется в клубе ринг четыре года. Финальный бой он провёл с соперником из Балашихи. На протяжении всех трёх раундов он доминировал над противником и выиграл по очкам. Поддержка же, конечно же, помогает. Ну и опыт. С каждым боем, когда всё дальше-дальше двигаешься, тебе же становится как-то легче боксировать. Для брата Ильи – Никиты Песегова – это последнее участие в турнире. Он провёл два поединка, достойно выступил в финале, обыграв спортсмена из Витебска. В следующем году он уедет учиться в другой город, однако заканчивать свою спортивную карьеру не собирается. Мне нравится бокс, я буду этим заниматься, пока позволяет здоровье и возраст. Здесь хорошие спонсоры, призы, участники, относятся хорошо организаторы к участникам турнира. А вот Рафаэлю Джавадову в этом году не повезло. На протяжении уже пяти лет он становился победителем этого турнира. В этом году он проиграл финальный бой и стал вторым. Может быть, физухи не хватило сил, вот это главное, вот это главное, что не хватило. Среди десногорцев победителями стали Илья и Никита Песеговы, Березовский Денис, Егор Лаухин, второе место у Рафаэля Джавадова, Кирилла Бирюкова, Даниила Спиридонова, Данила Курдибаха. Победители и призёры были награждены медалями, кубками, грамотами и подарками от первичной профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Сто лет назад был основан «Комсомол», одна из крупнейших молодёжных организаций в истории России. 10 ноября состоялась встреча бывших активистов в ЛКСМ с молодёжью Десногорска. Беседа получилась интересной и содержательной. Подробности смотрите далее. Встреча под названием «Лицом к лицу» состоялась в Центре культуры и молодёжной политики. В гостях – Татьяна Новичкова и Алла Мосягина, в прошлом – активисты комсомола. Они стояли у истоков строительства Десногорска и Смоленской атомной станции. Совсем недавно они стали участниками мероприятия в честь столетия Коммунистического союза молодёжи в городе Сарове. Гости поделились с ребятами впечатлениями от поездки и показали интересные кадры. По словам Аллы Мосягиной, опыт в ЛКСМ и сейчас применяется на практике в современных молодёжных организациях. Волонтёрство сегодня является как бы не дополнением, а уже исходящим из того времени, в котором мы были комсомольцами. Что такое волонтёр? Это доброволец. И он добровольно занимается тем делом, которое он несёт во благо кого-то, чего-то и, в принципе, страны в целом. Юноши и девушки задавали вопросы о комсомоле. Их интересовало, какими качествами должен обладать человек, состоящий в организации. Также им хотелось узнать, насколько актуален комсомольский лозунг «Имя крепи делами своими» для современных молодёжных сообществ. Ребята с большим воодушевлением окунулись в историю. Эта тема очень интересна, так как это наша история. Почему бы это не послушать? И как бы я не пожалела, как могут выразиться, о потраченном времени. Это было с пользой. Много интересного нового о городе, о стройке нашего города, что здесь происходило. Очень атмосферно. Ты сам увидел этих комсомольцев, которые были раньше, которые сейчас вечно молодые, душой именно. Очень интересно было. Самым активным участникам вручили в подарок блокноты с символикой комсомольской организации. Юные десногорцы остались довольны увлекательной беседой. Они поблагодарили Аллу Мосягину и Татьяну Новичкову за дружескую встречу. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В Десногорске много талантливых и творческих людей. Это и актеры, и танцоры, и поэты, и музыканты. Все они не раз представляли наш город на конкурсах и фестивалях различных уровней. Одним из таких перспективных молодых музыкантов является Кирилл Одинцов. Его первый творческий вечер прошел в выставочном зале Историко-Кривического музея 3 ноября. Подробности смотрите далее. Кирилл не просто музыкант. Он и автор слов, и композитор, и исполнитель. Симбиоз смешений талантов. Неординарный самоучка. Еще в восьмом классе он увлекался музыкой. Началось с бренчания на гитаре во дворе. Затем первые шаги на школьной сцене. И понеслось. Музыка затягивала его все больше и больше. За эти годы в его копилке появилось несколько десятков произведений и стихов. На этом рубеже у меня хороший материал собрался. Много песен, которые нужно делать, репетировать и давать в массы. Лирические песни с философским подтекстом. Он не ограничивает себя рамками стилей и направлений. Его музыка – это порыв души. Сама песня диктует ему, какой стиль выбрать в конкретном случае. Первые строки написаны им спонтанно и неосознанно еще в детстве. Я прогуливался, появилась строчка, я ее записал. Непонятно, к чему она и что. А потом время проходит, начинается осмысление, что эта строчка оказывается припев или куплет. Все с одной строчки в голове начинается. Оно приходит так вот, понтанно. А вот история появления первого стихотворения трогает до глубины души. Оно пронизано грустью и печалью. Жизнь все летит, словно белая птица. Черным крылом прописана наша судьба. Кто-то сказал, что жизнь наша как кинолента. Именно так рассуждает юный поэт. Так случилось, что я попал на похороны родственника. И глядя на все это, я задумался о жизни, что человек живет, что-то делает. Сама атмосфера подтолкнула на определенные эти мысли. И я начал раздумывать. И вот появился первый стих. За плечами Кирилла не только сольный проект. Он является лидером группы «Ванов». У него много творческих планов. Уплощать их жизнь ему помогает его муза «Девушка Ольга», которая разделяет его стремление целиком и полностью. Она ни секунды не сомневается, что готова идти с ним до конца. Да, я буду стоять где-то там за спиной, с вот этой рукой на плече, с поддержкой полностью. И безгранично, потому что, мне кажется, именно так и должно быть. Ну, это правильно. Тонкие иронимы, как и все талантливые люди. Романтик по натуре. Музыка – неотъемливая часть его жизни. А почитателей его творчества в нашем городе уже немало. Мне очень приятно провести время в такой компании. Очень понравилось исполнение Кирилла. Он молодец. Для начала неплохо. Считаю, что дальше все будет получаться гораздо лучше. Останавливаться Кирилл не собирается. И в планах новые песни, новые проекты. Он будет радовать дисногорцев своим творчеством и дальше. Дарья Изнар, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десно-ТВ. А теперь коротко о погоде. 13 ноября в Десногорске ожидается переменная облачность. Днем минус 3, ночью минус 4. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.tv.ru. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин